Доброе утро всем, мои хорошие, начинаем новый влог. Дэнь, мы договаривались, что ты не открываешь. Я закрываю. Закрывай, а то заблокирую. Говорит, не блокируй маму окно. Я говорю, тогда не открывай его. Говорит, хорошо. Доброе утро всем, да, короче говоря. Планы резко поменялись, вообще просто за один вечер. И у нас намечается вообще-то поездка. Посмотрим, что, как будет. Ну, поездка в Беларусь. Поехать я тут планирую не одна и не на машине. Будет приключение. Думаю, вам будет с нами весело. Угадайте, с кем я планирую поехать в Беларусь. А сейчас нам быстро до обеда. Сейчас 11 часов. Нам нужно до часу за 2 часа успеть поделать делишки. Купить то, сё, короче. Заехать туда-сюда. Ну, не буду в мелкие детали вас вдавать. Вдавать в мелкие детали. Вот. А потом надо будет поехать домой, потому что у нас уже... Сегодня у нас практикум будет в институте. В 3 часа обязательно должна быть на связи онлайн. Вот. Подснимать видео ещё сегодня надо. Привести себя в порядок. Я сейчас встала вообще и просто даже не приводила себя в порядок. Не мыла голову, не красилась. Просто выскочила быстро-быстро. Денька сегодня в садик не пошёл. Вчера был ужасный ветер просто. Я сделала доставку. Пришёл курьер. Я говорю, что там за ветер сумасшедший? Он говорит, очень сильно. Говорит, я такого ещё не видел ветра. Ну, прям чуть ли стёкла не выбивало, понимаете. Аж страшно было. Я зашла сегодня утром. А утром я проснулась. Я сегодня собиралась деньку в сад отводить. Я утром проснулась от того, что фигачит просто ветер там, я не знаю, что, в окно. Я такая думаю, блин, нифига себе, не хочу. Выглядывай в окно. В окно темно. Было, я сейчас скажу вам, 7-10 я проснулась. Уже открыла глаза. Или в 7, 7-10 вот так. Смотрю, дождь на улице, ветер фигачит. Темно, думаю, не хочу я ребёнка везти в сад в такую погоду. Ещё если ветер, я залезла, посмотрела погоду, а там у нас красным светится, прям, что самое пиковое такое ветер. МЧС передаёт, что будьте аккуратны, там, без камней, без кирпичей в кармане не выходите на улицу. Но я вот сейчас, ну, вообще, я думала, мы дома будем сидеть, никуда не выходить. Но надо поделать дела. И я просто выглянула в окошко, смотрю, что солнышко, и нету дождя сейчас, и ветер вроде чуть подутих. Я думаю, под вечер он, наверное, усилится. Поэтому надо быстро сделать дела и прибежать домой. Вот. Сад написала, что сегодня, блин, мы не пойдём из-за погоды. Извините, не хочу в такую погоду. Вот. Такие вот дела. Ну и, короче, всё, на связи. Ну что, котики, проблема с музыкой решена. У меня муж решил всё это ровно за одну минуту. Так что теперь мы с музыкой и никому не плодили. Ну что, мои хорошие, вечер. Уже, блин, почти 11 часов. Что-то мы в последнее время с Денькой, вот я не в 9 его укладываю, а уже к 11 ближе, в 10-30 идём. Вот. Но при этом я утром нормально встаю, и всё равно я вот смотрю на часы, мне там, типа, остаётся спать. 7 часов, 6 с половиной часов. Нормально я высыпаюсь. Приглась я в порядок, сняла видео. Вот. Я пока посидела, тоже опять повтыкала, то-то, 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 но он стоп вот так. Прям вырвала себя из этой работы. Всё. Сейчас пойду прилягу, Данечка будет засыпать, пока я, наверное, включу себе сериальчик какой-то, потому что мне прям хочется, чтобы мозги немножко отдохнули. А то я очень сконцентрирована была. Всё. Вот. Всё, короче, мы пошли спать. Не знаю, что за день такой быстренький какой-то. Сегодня быстренький какой-то день. В итоге погода отличная была, ветра не было, прикиньте. А передавали, что сегодня прям самый сильный ветер будет за всю историю. И всё. Такая погода замечательная была сегодня. Ну ладно, завтра точно в садик. Всё, мам. Завтра точно в садик. Да. Пошли спать. Доброе утро. Мы таки идём с Дэнни в садик сегодня. Ну, вчера была погода по сравнению с сегодняшней. Просто шик, блеск. Сегодня, во-первых, холодно. Ночью один градус, сейчас четыре, наверное, где-то. Снег с дождём какой-то. Я вообще вот. Дэнни, вот. Ну и сегодня не хотела идти так. Короче, сейчас я его заведу. Расскажу потом дома. Фух. К русски я сейчас бежала до дома прям. У меня, пока я шла, бежала. Ветер, блин, снег, дождь. Ну, снег с дождём такой. У меня руки прям заледенели. Ну, прям ощущается очень сильно холод, мороз. А я после вчерашнего, вчера просто шикарная была погода, солнышко, жарко. Я думала даже раздеться. Вот я костюм одела просто с начёсом тёплой, куртку сверху. Я запарилась. Ребёнку тоже поддела под штаны, там, ну, штаники тоненькие, но всё равно. Я думаю, блин, бедненький, как ему жарко. Мы уже второй раз, когда выходили вчера из дома, я ему сняла тёплую кофту. А сегодня я ему не поддела. Я ему одела, получается, футболку и кофту с начёсом, и комбинезон. И такая, думаю, ну, вчера как бы это, чуть что будет жарко, снимут. И просто выходим, а там жесть, дубак, ветер. Короче, я сегодня, я сегодня реально, короче, не могла услышать. Интуиция моя это говорит. Или просто то, что я не выспалась. Я вчера легла спать полтретьего. Я Даньку уложила где-то, уже к двенадцати он, наверное, спал. Потому что мы идём в одиннадцать, например, там где-то, если спать, да, то час он крутится ещё. Бывает быстро засыпает, бывает медленно. Ну, короче, уснул. Я встала. Вспомнила, что надо мне там что-то постирать. Пока поставила на стирочку на быструю. Села заниматься. Позанималась. Потом села что-то, вспомнила дела какие-то. Короче, пока то, пока всё, полтретьего уже где-то я уснула. Ну, уже было два часа, я переписывалась там. Вот, чуть попереписывались, короче, я пошла спать. Уже с горем пополам уснула. Но настроена была с вечера, что Дэнни пойдёт в садик. Потому что у меня реально список именно для съёмок. И мне, чтобы меня никто не отвлекал, мне нужно прям нон-стоп сосредоточиться. Сделать всё, подготовить фон, все дела. И снимать одно, второе, третье, четвёртое видео. Ещё мне нужно выехать сегодня из дома. Ещё у меня сегодня коуч-сессия с моим коучем. Вот. Короче, очень всё насыщенно. Я же боюсь, даже ничего не успею. И я сегодня встаю такая, утром будильник встаёт. И я такая сначала... И опять у меня вот это ощущение, оно затягивает, знаете. Типа, может не везти его в сад? Может мы сегодня вместе сможем? И я такая встала просто. И такая сижу просто тупо и думаю, что вам не говорит? Моя интуиция или всё-таки то, что я не выспалась и желание поспать? Вот иногда, очень редко, но иногда, вот эти вот моменты могут переплетаться. И я такая думаю, блин, что же здесь важно? Я начинаю понимать, что я не выспалась, легла полтретьего, конечно же. Потом я понимаю, что это затягивает вот это вот спать. Вот сейчас лечь спать, и всё, и классно, да? И как будто интуиция тебе говорит, ложись спать. Но я понимаю, нет, ты не выспалась, тебе надо встать, попить кофе. Ты уже привыкла, смотри, сколько дней вы не ходите. А вчера вот он целый день дома делал, что... А кушал он не разнообразную еду, там, да, как в садике, например. А не играл с детками, а ему кайф поиграть там, да? А сна у него дневного не было, короче. А ты целый день занята, внимания ему не уделяешь. И я, короче, думаю, нет, надо идти в сад. Но я, ну как бы, я, наверное, думаю, что, скорее всего, это было желание, что поспать я хотела, да? А не интуиция моя. Но всё равно я его веду сегодня в сад с этой погодой ужасной. Вот у нас сегодня дерьмой, чем вчера. Надо было вчера его везти. Ну, ладно, так сложилось, что, ну, не повела я вчера. Вот. И мне прям даже интересно, как сегодня день сложится, чтобы к вечеру убедиться, что это было желание поспать, а не интуиция. Вот. И вот анализ, кстати, к слову, к интуиции. Анализ вот таких вещей, да, вот кто не умеет слушать свою интуицию, кто там не слышит. Анализ таких вещей тебе как в копилку опыта. Да, да, это была, допустим, там интуиция или, да, просто запомнить это ощущение. О, это было желание поспать. Вот. Запомнить это ощущение и в следующий раз руководствоваться этим опытом. Вот. Сейчас я пришла домой. У меня ещё такое нежелание, видимо, сегодня такой насыщенный день. И у меня такое подсознательное. И ещё вот плюс туда нежелание всё это начинать. Я вчера немножко вышла такая из колеи, я уже такая чуть-чуть нервничала, опять была запаренная. Хотя я каждый день стараюсь ловить вот этот момент, что я как бы работаю, отдыхаю. Я спокойно работаю, я никуда не спешу. А вчера опять я куда-то спешила, был конец месяца. Я сейчас записываю все свои доходы, все свои расходы. Кстати, отличная идея, у меня повернулся немножко взгляд. Может быть, и вам совет, что расходы свои оценивать не как расходы. А как вложение в вашу жизнь, в вашу индивидуальность, в ваше дело. Любая трата денег, переводить её в голове как вложение. Я, честно говоря, ну, у меня были, нет, у меня были до этого расходы, это расходы. Блин, это обязательные штуки такие, которые я должна оплачивать. И, короче, мне так тяжело, и я такая думаю, слишком много расходов, то есть такой внутренний. Каждый раз, когда расходы, у меня скрипит сердце. И я такая думаю, как бы сохранить эти расходы неприятные, да. А сейчас я перевернула этот взгляд, и я понимаю, как, блин, оно по-другому теперь. То есть любая трата, если ты её тратишь, ты понимаешь, что это вложение, да. Либо если ты понимаешь, что это не вложение, ты, может быть, даже и не будешь эту трату делать. Ну, зачем, если она не вложение в твоё будущее, да. И получается сейчас, ну, любая даже какая-то мелочь, там, конфетку Дэнни попросил. Это траты, это вложение в своё хорошее сегодняшнее настроение, да, там, ну, допустим, мимолетное, да. Пусть мимолетное, но на какое-то время, там, полчасика, пока он будет есть эту конфетку сосательную на палочке, да, у него будет хорошее настроение, да, и я себе куплю, у меня тоже будет хорошее настроение. То есть это вклад, вклад в ежедневный вот какой-то такой момент. Потом там какие-то обязательные платежи, да, это реально вклад и коммуналка, это вклад в твою хорошую жизнь. Это то, что ты сейчас получаешь. Ты же к этому пришла, да, ты же к этому шла, к этим тратам. Даже когда я заплатила за эти налоги ужасные, я прям отрывала так от сердца. Но вот прям не хватало поменять взгляд. Ведь это был мой комфорт, ведь это было это ощущение здесь и сейчас, что ты хорошо живёшь, у тебя хорошая машина. Ведь разница есть, на какой машине ты ездишь, внутренние ощущения. Я его точно знаю, точно ощущаю. И вот плата. Надо платить. Ты не каждый месяц платишь, ты раз в год платишь. Да, кругленькая сумма, но ты сейчас её заплатишь и забудешь. А целый год ты кайфовала. Это вложения твои. И настраивайся там особо. Ты сейчас кайфуешь на другой машине, будет чуть меньше расход. Это хорошо, молодец. Но он будет, и это вложение в то, что ты сейчас кайфуешь. Не забывай об этом. Это я сама себе говорю. Ну и, короче, каждый свой расход вот так вот внутри я переворачиваю. Так, о, надо записать вложения, которые сегодня произошли в мою жизнь. И, короче, по-другому так вот ощущение какое-то более приятное, знаете, с этими расходами. Короче, я всё записываю. И был вчера конец месяца, и я подводила итоги, сколько я заработала. Я сейчас работаю с коучем, у меня есть определённая цель, поставила я на 4 месяца себе, да, удвоить свою зарплату. И у меня практически уже за первый месяц, за первый месяц, считайте, да, я настолько, столько открытий сделала в голове, столько инсайтов, столько проработала моментов. И нашла источников дохода, что у меня уже за первый месяц практически удвоилась моя зарплата. Вот, но единственное, что я не обратила внимания, и я уже корректирую своё желание, что она удвоилась с разных источников, с разных источников, связанным с одним, да. А мне хочется, чтобы это не было с разных источников, мне хочется удвоиться вот-вот в том одном источнике. И там есть очень много возможностей это сделать. А я всё немного торможу, потому что нахожу другие дела. И, короче, коуч, сегодня мы как раз будем разговаривать. Я хочу сегодня, чтобы меня покоучила, она позадавала вопросы правильные, и так поковырялась ко мне, во мне, именно чтобы я вот в этой вот прям точке, в этой точке прям поковырялась. Я её хочу удвоить. А всё остальное пусть будут дополнительные бонусы. А вот эту точку надо прокачать. И что-то мне всё мешает. Я вот из раза в раз я пишу список, и откладываю это, откладываю, всегда появляются какие-то более важные дела. Короче, надо заострить внимание. Сегодня мы встречаемся, вот, будем прокачивать. Ещё у нас практикум был вчера очень крутой. Мы практиковались уже в двойках. Вот. И были первые попытки уже. И мы все справились очень хорошо. На самом деле, как эта уверенность появилась. Ощущение, что это твоё, что ты это понимаешь. Это очень круто. А это только начало. Это только две недели обучения, девочки, прошло. Вообще круто. Я так рада, что пошла учиться в эту школу. И себя прокачиваю. И учусь параллельно помогать другим. Вот. И ещё я вчера узнала, что на родственников и друзьях, короче, лучше не коучить. Можно испортить отношения. И я даже попыталась, ну, как бы попыталась, даже не попыталась, а покоучила. И, на мой взгляд, хорошо покоучила человека, своего близкого одного. Но заметила такую, увидела обратную связь такую. Короче, я туда, короче, коучанула куда-то в такое место. И в моменте мне даже показалось, что я делаю что-то не то. Но потом обсудила этот вопрос с преподавателем. И она говорит, что лучше не коучить своих близких, потому что можете испортить отношения. Потому что коуч – это не всегда приятно. Это работа. Человек, во-первых, без запроса не коучит никого. Да, вот так, что мы видим что-то и начинаем технику применять. Ой, короче, очень много нюансов. Вот, ну, для меня такое открытие, что близких, родственников, друзей лучше не коучить. Не рекомендуется. А я не хочу ни с кем испортить отношения, поэтому не буду никого коучить из своих близких. А так настроилась. Просто разные преподаватели. У каждого свой подход. Я потом еще это все, конечно, спрошу у того, кто говорил, что можно коучить родственников и близких. Может быть, имелось в виду, коуч – это вообще… Это у нас болтологическое такое видео, да, под конец. Я, наверное, его закончу сейчас. Мне надо его как раз смонтировать и выложить вам, да, вот под конец поболтаем. Коуч вообще – это, если так взглянуть широко и глубоко, да, то это вообще образ жизни. Образ мышления может вырабатываться как коуч. То есть я уже даже к себе, к каким-то вопросам подхожу как коуч. Я начинаю раскладывать и анализировать ситуацию, задавать себе вопросы и на них же отвечать. И как бы это такой, знаете, уже такой коуч, коуч склад ума. Он может, этот коучинг внедряться полностью уже в твою жизнь. Ты можешь так вот мыслить и жить. И, возможно, это имелось в виду, что эту технику ты применяешь и на себя, и, в принципе, образно. Ты можешь применять это и на всех окружающих. Оно так или иначе применяется. И это, да, возможно, будет и безболезненно, и это будет полезно. Но когда конкретно идет такая вот как бы сессия такая внегласная, и ты начинаешь видеть какие-то моменты, начинаешь там копать, а там, короче, по-живому, и человек, может быть, был без запроса, был не готов. И, короче говоря, я такая думаю, опачки, а я так хотела всех родственников, всех родственников, всех друзей прокачать. Ну, ладно, разберемся с этим моментом, короче, еще. Но мне очень нравится то, что происходит сейчас. Ладно, не буду с вами долго болтать, время полдевятого, пьем кофе и готовимся к съемкам. Наверное, с вами попрощаюсь, я уже забыла, что я в этот влог снимала, сейчас сяду буду монтировать и посмотрю, хватает ли мне вообще видосов на влог. Я вас люблю, целую, прощаюсь, до следующего видео. Пишите ваши комментарии, вопросы, если какие-то есть, я в следующих влогах отвечу. Люблю, целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok